Евгения Брик была знаменитой российской актрисой и женой режиссёра Валерия Тодоровская. Поклонникам исполнительница запомнилась яркой профессиональной игрой. Артистка умела делать каждую роль запоминающейся глубокой. Среди её работ были как комический, так и драматический проект. Евгения Хиривская, такова настоящая фамилия актрисы, родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Отец девочки евреи по национальности был кандидатом в физико-математических наук, а мать мечтала стать актрисой, но когда на свет появились Женя и сестра малышки Валерия, отказалась от актёрских амбиций и отдалась от детям. Девочки даже не посещали детский сад, учились на дому. А актриса появилась на свет в счастливой семье, где родители действовали как одноцелые и сумели вложить в девочек ощущение любви и безусловного принятия. Ещё Хиривские обожали мир искусства, театр, кино и музыку, и такое же отношение они привили детям. Впервые пристальное внимание публики Женя ощутил на себе в 5 лет, когда в качестве юной манекенщицы участвовала в детских показах общесоюзного дома модели. Уже тогда, как признавалась актриса будущей звезде, нравилось ощущать себя в центре внимания, и красавица не стеснялась незнакомых людей. Евгения упоминала, что во взрослом возрасте артистке пригодились навыки, полученные в музыкальной школе. Тогда же в детстве Евгения снималась в массовке фильмов, и после этого опыта поняла, что станет актрисой. Мать дочку всецело поддержала, отец же оказался суров, утверждая, что случается всякое, и Женя может не поступить. А родитель советовал дочери выбрать карьеру ученого, и даже направил на подготовительные курсы, которые не впечатлили будущую звезду российской сцены. Киривская знала, чем хочет заниматься в жизни, и при неудачном раскладе оказалась готова пробовать снова. В молодости Евгения поступила в ГИТИС, попав в класс к знаменитому артисту Александру Збруеву, и еще не окончив, институт талантливая девушка снялась во второстепенных ролях в фильмах и сериалах. Первые фильмы, в которых мелькнула молодая Женя, это «Интересные мужчины» и «Северное сияние», оба в 2001 году. Но как и для многих коллег, стартовая площадка для актрисы стали популярны в нулевых сериалы «Марш турецкого» и «Каменская». В 2003 году сыграла роль Ляли в фильме «Подмосковная элегия» и получила приз за лучший актерский дебют. Что касается личной жизни, о подростковых влюбленностях, даже если такие случались в ее личной жизни, актриса не распространялась. В прессе периодически появлялись статьи, сообщающие, что в юности у Евгении был роман с Дмитрием Марьяновым. К тому моменту актер находился на пике популярности. А в начале нулевых годов Евгения познакомилась с маститым режиссером Валерием Тодоровским. Это произошло на одном кастинге, где юная актриса не получила роль, но обратила на себя внимание мужчины и талантливой игрой, и яркой внешностью. Валерий, хоть и находился в давнем браке с Натальей Токаревой, отличался ветренностью, однако после знакомства с Евгением понял, что эта женщина создана для него. Режиссер, зная, что красавица находится в отношениях с Марьяновым, легко отбил ее у соперника. Несколько лет пара скрывала роман, даже от коллег, пока в 2006 году влюбленные не сыграли свадьбу. Разница в возрасте супругов не смущала, по словам Евгении, это не ощущалось. В 2009 году актриса и режиссер стали родителями, у них появилась дочь Зоя. К тому моменту супруги успели некоторое время провести в Лос-Анджелесе с тех пор. Муж и жена жили в Америке и в России. Последний проект в фильмографии актрисы – драма «Дети» Алены Званцевой. 10 февраля 2022 года стало известно, что Евгения Брик умерла. Это стало ударом для семьи, знаменитостей, друзей и, конечно же, поклонников. По словам подруги Катерины Гордеевой, причиной смерти стала продолжительная болезнь, с которой боролась Брик, а именно онкозаболевание. Актриса не посвящала общественность своей проблемой со здоровьем, а лечение проходило в Лос-Анджелесе. Однако, изменившийся образ исполнительницы, в том числе короткая стрижка, натолкнул поклонников на мысль, что речь шла об онкологии. Юлия Аук подтвердила эти догадки. Брик действительно лечилась от рака.